Тепловой павильон на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Молодежной. Он служил верой и правдой 50 лет. Откладывать его ремонт больше нельзя. Специалисты говорят, случись что, без тепла и горячей воды останутся 11 тысяч человек. Но и это не все. Конкретно на этом участке и кабеля связи идут, и водопровод, и тепловые сети, и канализация. Все в одном узле завязано, поэтому тяжелейший участок. Подземный павильон занимает весь перекресток, поэтому его ремонтируют частями, чтобы не закрывать проезд для автомобилей совсем. Кстати, весь асфальт и благоустройства потом будут восстановлены. В этом году частично перекрытых участков сразу несколько на Глушково, Сизово, Юрино и по проспекту Ленина. Но без этого, уверяют энергетики, не обойтись. Всего на 2020 год запланировали ремонт 32 километров сетей. На это потратят рекордную сумму – 1 миллиард 300 миллионов рублей. Также не теряют времени управляющие компании. В ускоренном темпе готовятся к отопительному сезону жилые дома. На сегодняшний день получено порядка 40% актов готовности на жилищный фонд. Если сравнивать с аналогичным периодом 2019 года, тогда этот показатель составлял порядка 20%. Масштабная ремонтная кампания продлится до сентября. И кроме теплосетей, в этом году СГК обновит 87 центральных тепловых пунктов – объектов, где холодная вода превращается в горячую и поступает в один или несколько домов, либо целые кварталы. Илья Кочетков, Алексей Фризин. День с толком.